На тему, как правильно дебатировать, и поэтому я пригласил сегодня коменданта Игоря Славянова, Бориса Костерева и меня, для того, чтобы эту тему раскрыть, потому что мы, по-моему, являемся одними из самых логичных и нормальных дебатеров. Итак, поделиться, наверное, своей стратегией дебатов сначала Игорь Славянов. Расскажи, как ты готовишься обычно к дебатам и в чем заключается твоя стратегия? Ну, моя стратегия заключается, в принципе, вот в чем. Причем изначально я, естественно, изучаю саму тему. То есть, когда объявляю тему, я постоянно выстраиваю, какие аргументы я буду говорить на эту тему. Я их подготавливаю, как-то определенные какие-то, ну, некоторые тезисы себе записываю, чтобы в дальнейшем, если что, их не забыть и озвучить. Также я периодически, бывает, предполагаю, ну, как я выписываю определенные тезисы и уже предполагаю то, как на них оппонент будет отвечать. Я тоже это выписываю. То есть, в дальнейшем, чтобы, когда я контраргументировал уже аргументы моего оппонента, я это учитывал и не забывал. В общем-то, обычно на этом и строится основная часть моих дебатов. Я могу поподробнее раскрыть, но мне сейчас нужно будет так еще какие-то определенные аспекты вспомнить, поэтому я думаю, пока что пусть лучше комендант начнет именно рассказывать. Если я более детально сейчас попытаюсь как-то сформулировать именно свой план и ведение подготовки дебатов, чтобы его получше раскрыть. То есть, это тогда так, ну, пока что это такими общими, такими фразами, общими мазками. Поэтому пусть пока что комендант. Хорошо, комендант, расскажи о своей стратегии. Ну, мне пока не приходилось особо сильно готовиться, кроме одних дебатов, потому что в основном все эти темы, они мне уже достаточно известны, и я там особо ничего нового для себя не узнаю, если буду готовиться. То есть, я просто буду повторять основные тезисы, которые следуют в основном из логических, каких-то аксиомологических предпосылок. По поводу самих дебатов, здесь очень важно слушать оппонента, потому что оппоненты очень любят ошибаться. То есть, говорить то, что нелогично, либо то, что не соответствует эмперике. Когда, например, человек говорит общими фразами, типа «Америка разбогатела за счет пошлин». Это очень легко опровергнуть. Поэтому я записываю ошибки в виде коротких словосочетаний и возражений во время того, когда он говорит оппонент. И к концу его речи у меня на листике 5-6 возражений. Дальше я их начинаю разоблачать, эти возражения в порядке очереди. И таким образом убиваю доверие слушателя, в том числе и судей, кстати, к тому, что говорит мой оппонент. Конечно, такой формат дебатов подразумевает, чтобы вас не перебивали. Иначе начнется, может быть, живая интересная дискуссия, но она станет менее конструктивной. Поэтому этот параметр критичный. Можно, конечно, и в живой дискуссии долбиться, но это опасная позиция, потому что в живой дискуссии можно не апеллировать к неточностям и ошибкам оппонента. А оппонент тебя выводит на такое пространство, где он может просто риторически тебя якобы переигрывать. Ты просто не будешь успевать формировать оппозицию к его мнению. По поводу самого формата дебатов. Вообще от дебатов слушатель устает достаточно быстро, если они исчерпывают себя по матчасти. То есть становятся, даже если они конструктивные, становятся уже скучными. Поэтому надо в таких случаях стараться заострять разговор, чтобы расставлять вот эти точки над «и» в более каких-то ярких тонах и определяться с тем, как оппонент может строить свою встроенную теорию на своих каких-то тезисах, которые были ранее проверкнуты. То есть в этот момент, конечно, люди стараются либо уже соглашаются с тобой, либо стараются заниматься демагогией, что видно зрителям и судьям. Это как бы тоже все баллы тебе в копилку идут. Ну, наверное, пока все. Ну, окей, хорошо. Борис Костерев, я знаю, что ты вообще к дебатам обычно не готовишься. Это да. И какой стратегии берешь ты? Ну, к подготовке, по-моему, у меня были какие-то одни единственные дебаты, к которым я готовился. И, по-моему, это было на тему религии. И я искал такой старый пост, который я встретил, там, где были перечислены, ну, там, самые такие уже жесткие из Библии, эти самые, ну, всякие вырезки там про насилие, про инцесс, там, про всю эту штуку. Вот это мне надо было взять, чтобы просто прочитать. Да, вот это, по-моему, вот единственный раз был, когда я реально готовился. А так, в принципе, все темы, наверное, в которых я участвую, они так или иначе, ну, такого характера, знаешь, не исторического, например, а, там, не знаю, философского или какого-то такого. Ну, то есть мне просто надо озвучивать свою позицию. Да, то есть зачем мне готовиться по своей позиции, если я ее и так знаю. А тактика у меня, в принципе, такая же, как у коменданта абсолютно. То есть я все, с чем я не согласен с оппонентом, все, что он высказывает, ну, что я могу подвергнуть критике, все это я выписываю тоже в хронологическом порядке. И опять же потом в хронологическом порядке разбираю. Потому что я вначале пытался, ну, наоборот, от последних этих действий. Ну, то есть оппонент, например, что искал в конце, я это разбираю, а потом перехожу, короче, так не получается. Проще его тупо выслушать, все, что он хотел сказать, записать, все, с чем ты не согласен, и по очереди потом планомерно все это разобрать. Ну, то есть, опять же, так эти самые судьи могут четко видеть, что ты все аргументы оппонента полностью раскритиковал, то есть ты их, ну, им оппонировал. Вот. И если, опять же, оппонент, например, этого не делает, ну, так как это делаешь ты, у него сразу позиция становится гораздо хуже. То есть ты четко по факту, например, там 5-6 его тезисов разносишь, ну, когда твое время, а он цепляется, например, за какой-то последний, что-то там пык-мык, ну и как бы и все. Поэтому тактика простая, записывать все косяки абонента и потом их постепенно размачивать и все. Поделись своим подходом. Есть такая фишка у оппонентов, что они, например, могут заниматься демагогией. И лучший способ вытащить из этой демагогии, это начать задавать какие-то конкретные вопросы, которые вынуждают из каких-то общих фраз его перейти к конкретике. Потому что, ну, проблема общих фраз в том, что когда ты начинаешь давать аргументы против общих фраз, то они начинают плавно съезжать, то что они немножко не то имели в виду, ну и так далее. Важно сделать так, чтобы у противника не было таких маневров. И для этого важно на каждую его общую фразу, на каждое дополнительное пояснение задавать все больше и больше конкретики, пока не придет конкретной конкретики, с которой просто уже не съехать, что он это не имел в виду. То есть у тебя будут уже конкретные такие баночки, за которые ты можешь зацепиться, которые расстреляют, по сути. Им его никуда не уйдет. И поэтому очень важно всегда задавать вопросы и вести оппонентов к таким вот мелочам. И еще важный момент есть, то что не стоит пробовать закидывать оппонента большой кучей аргументов. Среди своих аргументов нужно всегда выбирать самые сильнейшие и стараться проломить всего одним аргументом. Почему? Потому что чем больше ты начинаешь раскидывать аргументов, тем больше потенциальных слабых мест ты выдаешь. И оппонент начинает в них цепляться, дергать их и так далее, и каких-то из них разбивать. И фишка в том, что когда ты начинаешь топить всего одним аргументом, если он не будет разбит, то это будет выглядеть так, будто твоя позиция вообще не разбита. Но если ты кидаешь 10 аргументов и 2 из них хотя бы разбиты, то это выглядит так, что твоя позиция уже частично разбита, может быть наполовину. В зависимости от того, насколько важными тебе твои разбитые аргументы посчитают судьи или слушатели. Именно поэтому нужно делать минимум аргументов, максимально мощные, максимально классные, ими топить, топить до конца. Именно такие аргументы в пользу своей позиции выискивать, которые просто вообще никак нельзя провернуть и ими дотапливать по сути. Тогда твоя позиция будет выглядеть более несокрушимой. Ну а что касается критики позиции оппонента, то да, теми же общими фразами или какими-то вводными, например, своими тезисами попытаются, ну на самом деле наведет очень много путей к поиску противоречий. Ну например, когда ты начнешь из его двух общих тезисов оба приводить к определенной конкретике, он сам не заметит, как выдаст такую конкретику, которая друг другу противоречит. То есть к одному тезису выдаст конкретику А, к другому тезису конкретику Б, а они раз и противоречат другу. Просто он сам этого, например, не замечал, потому что свою позицию недостаточно подробно изучил. И такая ситуация часто происходит, что оппоненты недостаточно подробно свои позиции у себя в голове выстроили, и когда начинаешь сводить конкретики, то все, там позиции уже нету. Потому что их позиции может быть строилась просто на прочтении каких-то книг, там, не знаю, каких-нибудь Карлов Марксов и так далее. Ну именно такой методикой как бы разбивал обычно всех коммунистов с экономической теорией, потому что они Маркса начинаются, повыхватывают общих фраз, которые им пытаются задавить, а как начинаешь на конкретику их вывазивать, из общих фраз даже конкретики только мне остается, и просто из-за того, что они недостаточно точно оппозицию свою знали, они все, они просто на этом уже и рассыпаются со своими всеми аргументами. Так вот, у меня подходят. На самом деле, вот насчет того, что у твоего оппонента могут быть противоречия, вот в том числе вопросы, которые ты задаешь оппоненту, они тоже могут быть, ну, послужить, скажем так, эффективны именно фишкой в введении дебат. Например, когда твой оппонент, ну ты знаешь, что он прекрасно будет ошибаться, ты, возможно, даже предполагаешь, что когда ты будешь задавать ему вопрос, у него будет возникать противоречие, ты ему просто постоянно задаешь ряд каких-то определенных вопросов, на которые он отвечает, и ты его ответы записываешь. Вот. И потом через, например, в следующей какой-нибудь реплике своей, там, или в той же, в общем, когда, грубо говоря, у тебя накопится уже, там, условно, там, три или пять вопросов, которые ты задавал своему оппоненту, и ты знаешь, что они действительно противоречат, там, не знаю, друг другу, или статистике, или фактам каким-то, вот, то ты можешь сделать такой очень сильный ход, что начать именно перечислять, что вот мой оппонент, я задал вопрос, он ответил так. На самом деле, типа, в действительности это происходит таким образом. Далее мой оппонент сказал тот, но потом в следующей же своей реплике обозначил совершенно другую позицию. Вот примерно, вот когда так выстраивается ход дебатов, то, ну, действительно, именно у зрителей и у судей складывается такое впечатление, что человек, который его так вот ловит ловко на противоречиях, он действительно прав. Вот. И еще что касается тут, в общем-то, как все участвующие, насколько я понял, ну, за исключением, видимо, Михаил, вот, когда, что вот Борис Костерев, что комендант, что я, в большинстве своих дебатах мы отвечаем именно такими достаточно длительными репликами. То есть вот если Михаил, он, как обычно, ведет свои дебаты, он там вкидывает, например, аргументы, его разбирает, потом следующие аргументы, то, как правило, если я веду, например, дебаты я, ну, вот, например, я с комендантом или Костерев, я не помню, с кем там еще, в общем, происходило все так, что обозначалось, там, не знаю, там, три условные аргументы, и оппонент должен был их провергать. И потом, ну, все это выливалось в такие, там, не знаю, трехминутные и более реплики. Вот. И дело в том, что вот, ну, когда дебаты ведутся таким образом, то необходимо, естественно, записывать все тезисы своего оппонента. И вот я заметил, например, что очень, скажем так, интересная особенность ведения дебатов была у Дмитрия Кирилова. То есть как он делал? Он записывал именно тезисы своего оппонента, и потом уже своей реплики, да, не как, что вот мой оппонент сказал типа так-то. Типа, или, например, что касается, условно говоря, социализма. Я считаю так. То есть он в процессе изложения своей позиции не так все обозначал. Он, как говорил, прозвучал такой-то тезис, что, не знаю, социализм это самая клевая экономическая система. На самом деле это заблуждение, потому что далее прозвучал тезис о том, что, не знаю, Карл Маркс это выдающийся политэкономист. На самом деле это не так, потому что, то есть он, что он делал? Он, по сути, вот именно обозначал, вот еще раз, что прозвучал этот абонент такой же тезис. Он что тем самым делает? Он дает возможность зрителям и судьям вспомнить полностью о том, о чем говорил оппонент, например, Кириллова. Вот. И всякий раз, когда он обозначает, вот прозвучал такой-то тезис, что, он делает так, что зрители, что судьи действительно вспоминают, что же говорил его оппонент, и потом уже сразу же Кирилл ведет именно дебаты таким образом, что он сразу же разграмливает именно позицию своих оппонентов. То есть вот этот вот, вот эта вот заготовленная фраза прозвучал такой-то, что она очень эффективна дебатах. Вот. Еще один подход по поводу краткости той же самой. Ей иногда пользуется там тот же Режиссармат еще раз на ледяной, я иногда к ней прибегаю, но пологрязноватый такой прием на самом деле. Но в чем он заключается? То, что когда оппонент вот эту кучу реплик, точнее кучу тезисов различных, ты просто берешь, выбираешь самый слабый и отвечаешь только по нему, а все остальные просто игнорируешь, вот спокойно на них забивая. И если оппонент ведется на эту игру, то он начинает отвечать тебе только на тот тезис, ну, который является самым слабым, на который ты наехал больше всего. И он только на него потом и отвечает, забыв про свои предыдущие тезисы, например. И все, и ты, ну, поскольку ты взял самый слабый тезис и начинаешь играть только на нем, ты, по сути, эфирное время заполняешь просто исключительно его слабостью. И если с тобой, например, ну, против тебя такую тему применяют, то очень важно просто, она просто не забывает про эти тезисы и напоминает то, что вот мой оппонент проигнорил такие тезисы. И давить на это тоже, как бы, чтобы все слушатели, как бы, судьи замечали, обращали внимание на то, что оппонент что-то игнорит, потому что ему, ну, так это будет выглядеть, будет ему неудобно просто на это отвечать, и он в них, ну, изначально признал своего поражения. Поэтому, если оппонент, собственно, напоминает вам пройти тезис, да, придется снова, ну, по ним проезжаться и все-таки отвечать, иначе произойдет все не в вашу пользу. Но если он ведется, как бы, и о них не вспоминают, то можно спокойно давить по одному и за счет этого выиграть. Тут еще, смотри, какая ситуация. Вообще, есть универсальная стратегия борьбы с абсолютно любым грязным приемом. Ты просто акцентируешь на него внимание. Вот как это было, например, с тем же Ежесарматом, да, когда у нас были дебаты по поводу этих легализации тяжелых наркотиков. Когда я ему два или три раза сказал, что, ну, типа, ты заебал своей софистикой, да, ну, несколько раз прям обратил на это внимание, а потом он сам сказал, что, типа, а что плохого в софистике, да, это он на дебатах такое говорит, да, то есть, ну, судьи слышат, что чел сам говорит, да, я занимаюсь софистикой. Ну, то есть, это все, это сразу проигрыш. То есть, я бы очень сильно удивился, если бы после этого судьи как бы засчитали мне поражение, после того, как мой оппонент сам признался, что он занимается софистикой. Поэтому здесь это вообще универсальный прием. Если ты видишь, что против тебя какие-то логические ошибки постоянно применяют, вообще, в идеале все логические ошибки знать, да, если, опять же, судьи там их не знают, ты им объясняешь. То есть, например, оппонент, ну, договорил, не надо его перебивать, да, там, не надо, он договорил, ты себя пометил и говоришь, мой оппонент, говоря такую-то фразу, применил логическую ошибку, да, адхоменем, ну, и потом расшифровываешь, что это за логическая ошибка? Это когда человек делает вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, как бы, и все, судьи думают, ебаный в рот, ну, все, чел, да, там, применяет грязную игру, это сразу тебе уже балл. Поэтому я вообще, как бы, никому не советую использовать эти грязные стратегии самому, то есть я их сам вообще никогда стараюсь не использовать, то есть я их использую, то я не знаю, там, как-то совсем случайно, или я там могу что-то не так сказать, или кого-то не так понять, то есть, ну, ни разу ни в одних дебатах я не использовал специально всякую такую херню, попытаться там запутать или уйти от ответа, потому что, опять же, она очень легко контрится, то есть просто человек тебя выводит на чистую воду и делает на этом акцент, да, что чел играет грязно, да, потому что это очень большой балл. Ну, то есть судьи, сами знаем, да, там, человеческий фактор, кто-то там смотрит на скорости 2.0, да, кто-то там подматывает, перематывает, но если судья слышит, что человека там выводят на то, что он конкретно сыграл в грязную, да, то есть, ну, это четко конкретный факт, то есть это потом, ну, точно засчитается как, ну, как балл. Поэтому лучше, ну, как бы тут два вывода, лучше самому такие стратегии не использовать. Как только оппонент начинает такое говно делать, да, даже какое-нибудь мелкое, сразу пишите его носом в это, ну, при всех, чтобы все это видели и понимали. В идеале, разоблачение оппонента, когда он игнорирует тезисы, производить в конце в качестве резюме, чтобы у него не было возможности реабилитироваться в ходе дебатов. Таким образом, ты обозначаешь, что твоя позиция была более всеобъемлющей, а оппонент не смог защитить свою таким же всеобъемлющим охватом, как ты критиковал его позицию. Тут есть гораздо более сложные приемы. Эти, они, как бы, контрятся действительно достаточно интуитивно. Есть более сложные приемы в разговоре, они не всегда заметны, когда оппонент скачет от общего к частному и наоборот. При этом специально используются определения, которые не имеют четких критериев. И часто строятся логические цепочки именно на таких вот скачках. Поэтому в этом случае приходится либо обращаться к спору об определениях, либо говорить, что гораздо продуктивнее, что мы просто используем разные определения, и в этом нет ничего как бы ненормального, можно использовать определение оппонента. Но тогда оно будет просто иметь другое выражение и сказать его выражением, его определением. Когда я, например, с социалистами спорю, я стараюсь говорить на их терминах. Я говорю о том, что они имеют в виду в их точке зрения, там, норма прибыли и так далее, чтобы они как бы понимали, о чем идет речь с их точки зрения и не могли маневрировать. Поэтому как бы в этом смысле важно за этим следить, потому что когда оппонент скачет от общего к частному, он легко может построить логическую цепочку, которая будет более понятной для зрителя, чем твоя более сложная, но обстоятельная и правдивая. Потому что люди голосуют не за правильную идею, а за более простую и понятную идею. Окей, Игорь, будешь что добавить или еще кто-нибудь? Что добавить? Ну, вообще, да, вот на самом деле комендант сейчас тоже очень верную мысль высказал. Желательно, чтобы не случалось такого, что оппонент, например, говорит, я не то и определение не в виду, то есть мы размышляем в разных плоскостях. Желательно перед тем, как, в общем-то, непосредственно начать дебаты, чтобы сразу же определиться, да, вот на чем поле будет дебаты, на поле твоего оппонента, то есть в случае, как вот комендант приводит ситуацию с терминами. Чтобы таких ситуаций изначально не возникало... Ой, меня слышно? Алло? Алло? Да-да. А то мне что-то показало, что у меня связь пропала. Чтобы таких ситуаций не возникало, лучше сразу же перед дебатами им надо сказать, что, давайте тогда вот ты говоришь, давай, уважаемый оппонент, с тобой договоримся так, что, когда мы будем говорить о, не знаю, там, такой-то вещи, мы будем подразумевать то-то-то. И вот когда вы изначально так уже договариваетесь, в дальнейшем уже не сможет соскочить то, что нет, я на самом деле имел в виду не это, я подразумевал этот термин по-другому и так далее. То есть все эти аспекты лучше проговаривать именно перед, собственно, началом дебата. Ну еще, да, вот тут в чате правильно заметили, я тоже обращал внимание, что иногда бывает, что материал подают участники очень сложно. Например, комендант иногда несколько переоценивает понимание участников и слушателей, и судей в экономике. Используя какие-то вещи, ну, используя какие-то термины и не разжевывая их, например, подробно. Вот. Важно это делать. Ну я, например, стараюсь сюда сразу разжевывать, когда хоть какое-то понятие я ввожу, и сразу стараюсь разжевать, чтобы всем было понятно, о чем речь. Иначе потом, ну, будет сложно. На самом деле, это может быть в том же самом, как бы, случае риторическим приемом. То есть, я, например, могу просто проверять, знает ли оппонент терминологию. Потому что, когда он ее не знает, у меня больше пространства для маневра. И вообще, сам по себе сложный термин, он не является негативной, как бы, стороной спора. Наоборот, он как бы расширяет твой арсенал, и ты действительно можешь показаться для зрителя, для судьи, как более, как бы, компетентный в этом вопросе человек. То есть, это часть риторического приема. Объяснять можно, это да. Но если, например, временные рамки... Я иногда объясняю, кстати. Если временные рамки ограничены, или хочется сделать правильные акценты, то не хочется размыливаться на объяснение терминов. Поэтому приходится иногда опускать это. Ну, на самом деле, объяснять это наоборот. Как раз и показывает, что ты компетентен, в отличие от оппонента. Особенно, если ты сначала проверяешь, что оппонент не шарит, а потом ты его объясняешь, и все становится понятно, что ты больше шаришь, чем оппонент явно. Это правильно, это правильно. Но как это происходит обычно? Ты говоришь термин какой-то, да? Типа, почему, например, это не работает? Вот термин. И оппонент, как бы, по идее, он должен был сказать что-то неправильное с этим термином, и дальше ты уже начинаешь объяснять этот термин, таким образом разоблачая некомпетентность оппонента. Но оппоненты практически всегда, у меня просто не было другого случая, они, попав в такую ловушку про термин, который, например, они плохо знают, они сразу же соскакивают с этой темы, убегают в другую тему, и тебе даже не приходится его пояснять, этот термин, потому что разговор на эту тему, он просто исчезает из поля обсуждения. Но ты, погоди, проигнорить, как бы, термин, это как раз хитрый прием, не показывает свою слабость, наоборот, потому что тут как бы нужна внимательность, чтобы уследить этот прием его, и поэтому приходится все равно объяснять, рецентировать внимание, и можно еще добавить, вот он не знает этого, поэтому как бы пытается игнорить, а я имею в виду тот-то-то-то-то. Да, да, но это нужно делать в том случае, когда у тебя более слабые аргументы по тому, что он сказал нового. То есть, например, если у тебя особо нечего сказать, потому что он сказал нового, тогда ты можешь действительно из нафталина достать этот спор об предыдущей, об определении, которым явно не знает, и потрясти его там хорошенечко. Это действительно да. Но тут приходится просто выбирать приоритеты во время разговора, что лучше сказать, что эффективнее сказать. Окей. Еще у кого-нибудь будет дополнение? Мне нет. Борис. А, я вспомнил, я хотел еще рассказать, как я готовлюсь. Фишка в том, что когда я готовлюсь, я не просто придумываю аргументы, я беру и читаю целую книгу по теме, или бывало две читал книги по теме, по которой надо было дебатировать. И получается, что сразу у тебя появляется большой простор информации, куча аргументов, и все еще свежее в памяти, потому что только недавно прочел книгу. И ты просто благодаря этому сразу становишься на голову выше оппонента, потому что он так тщательно, точно не готовился. Особенно если оппонент полагает, что ты по этой теме слабый, например, или наоборот самоуверен, но в силу этого же, то подобный прием сильно поможет. Вот очень важно, чтобы тема была узкая, потому что когда тема широкая, то просто прочитать у тебя столько не получится, слишком много книг нужно для этого, чтобы готовиться. Так, какой лучше прочесть? Так, кстати, тут важно, что помимо отсылок к эмпиризму, когда узкая тема пытаются апеллировать именно фактами, очень важно сохранять логику рассуждения, потому что сами по себе факты, они еще ничего не доказывают и не опровергают. С помощью логики мы их интерпретируем. И чья логическая цепочка более ясная или четкая и как бы обоснованная фактами, именно одна цепочка побеждает, а не сами факты. Ну, еще иногда приходится просто от фактов отворачиваться, потому что они очень-очень исторические и специфические, которые невозможно проверить. И тут можно просто оставаться на то, что история это вообще ни разу не точная наука и те факты, которые он называет, это просто интерпретация, точнее мнение каких-то людей, которые это записывали на протяжении истории, а может быть и переписывали. И они, скорее всего, вообще не факты и аргументами вообще не являются. Нужно это к этому апеллировать. И мне приходится очень часто это сделать, когда спорте с каким-нибудь гуманитарием, а таких мне тоже немало было. Там с тем, что да, от Юрченко часто приходилось к этому прибегать, потому что он любит какой-нибудь исторический факт отнутся, такой, и было хорошо. Ну, типа, описывают какую-то там микросистему где-то и говорят, это было хорошо. Ну, отлично, что это было хорошо, блин, а на основе чего-то решили, что это было хорошо. У тебя анализ там был или еще что-то. Ну да, здесь важно уточнять, если, например, исторический материал, как бы интерпретируется по-разному, нужно именно это говорить, потому что, если просто сказать историю не наука или неточная наука, это как бы может по-разному восприняться. Надо именно приводить пример. Есть реальные историки, которые изучают какой-то предмет, свой материал узкий, бывали вот его, и потом, например, дописывают. Вот в этом королевстве ввели пошлины, и благодаря этому оно разбогатело. То есть они, не зная экономическую теорию, просто интерпретировали историческое событие на свой просто, на свои рассуждения, на то, что они знают, а точнее не знают. И получается, что такие их рассуждения не являются доказательствами. Да, в том-то и дело. Причем они могут врать. Если хочешь спорить по-черному, то ты можешь врать в ответ, просто брать какой-то на бум выдуманный факт. А вот в такой-то стране вели коммунизм, отменили деньги, и там все люди сдохли сразу же через пару дней. Знаете, только с уверенным видом. Я, если честно, к такому еще не прибегал, но было бы забавно, наверное, к нему обратиться к этому методу, когда споришь с человеком, который любит такими вот псевдофактами валить и посмотреть на его реакцию. Потому что, ну, что он с этим сделает? Он же не скажет, этого не было. Он просто этого не слышал, потому что это какая-то страна в Южной Америке, о которой мало кто что знал. Вот и все. Такой чернушный прием. Вообще, сами по себе, вот такие факты, исторические, статистические и так далее, по большому счету, вообще не являются доказательством позиции. Ну, просто вообще. Но так сложилось, человек так устроен, организм и так далее, что для большинства людей, для них авторитетом являются именно примеры. То есть, они думают, что если в истории так было, значит, это так и работает. Это абсолютно неверно так считать, но тем не менее, большинство так считает. То есть, большинство, оно верит в авторитеты, в исторический анализ, статистику и так далее. То есть, для них это является аргументом. То есть, по-хорошему, в нормальных долгих рассуждениях можно было просто говорить о том, что примеры не являются доказательствами. Но из-за того, что это как бы вводит тему и из-за того, что ты сам применяешь примеры для доказательств своей позиции, не для того, не потому что она доказывает, а для того, чтобы убедить именно слушателей и судей. То есть, мы сами этим пользуемся. Хотя, на самом деле, это, конечно, неверный подход, позитивистский. Ну, можно, кстати, против этого, как работать. Когда человек говорит, например, вот там-то подняли пошлины, и страна разбогатела, нужно спросить, а почему она разбогатела из-за поднятия пошлин? Как это сработало? И все, человек не знает, потому что он просто какой-то факт, псевдофакт выучил и думает, что это так и работает. И когда просто задаешь вопрос, а как это работает? А он этого уже не знает. Это отлично, меня с коммунистами прокатывало, особенно про кризис перепроизводства, когда мне приводили пример всякий кризис, и я спрашивал, ну, а как, погоди, а как вот именно это привод к этому? Объясни, пожалуйста. Он начинал пытаться объяснять и начинал просто везде себе противоречить, везде путаться и просто сам не понимать, как это должно было происходить. Ну, просто я-то, в отличие от него, знаю, что так произойти, в принципе, не могу. Как бы я знаю, что моя позиция правильная. С правильной позиции, это, в принципе, легко делать. Но когда у тебя позиция неправильная, да, это, конечно, такой сложный прием, ты на нем, как бы, ты его не применишь, потому что человек с правильной позиции все сможет логически объяснить, даже если он несколько глуповат. Но, если не правильно, например, вот была такая тема легализация оружия. В этой теме мы больше всего апеллируем к опыту, типа там, вот статистика говорит об обратном и так далее. Но на самом деле нужно объяснять, почему легализация, она как бы хорошо. Мы же за легализацию не потому что статистика это показывает, а потому что там мы за свободу, за права и так далее. То есть сама идея легализации, она не связана со статистикой. Но мы вынуждены именно к статистики обращаться, потому что это является самым железным аргументом, аргументом для слушателей. Ну, просто общим аргументом будет эффективность. Когда ты приводишь к эффективности. Но иногда это бывает, участники оперируют к ценностям, но особенно к своим, например. Это дает свободу. Свобода – это ценность, а не эффективность. Также ценность это убивать или не убивать, например, уничтожать какую-то нацию или нет, и так далее. Уничтожать буржуев или нет, это тоже ценность, это не эффективность. Но ошибка… Это верно, Миша, смотри. Дело в том, что эффективность невозможно доказать с помощью эмпирического опыта. Вот, например, легализация оружия уменьшает, не знаю, количество преступностей и так далее. Но, допустим, если бы происходило наоборот, если бы легализация оружия увеличила количество трупов, мы говорили бы о том, что легализация менее эффективна. Нет, это невозможно доказать с помощью этой статистики. Может быть, количество убийств бы действительно выросло, но это были бы смерти преступников. А в обществе, где запрещено, у нас просто преступников, больше преступлений не нужно. Ну да, поэтому следует акцентировать внимание, что это речь, нужно говорить о убийствах, а не просто о трупах. Да, просто я к тому, что, к сожалению или к счастью, мы не можем с помощью эмпирики доказывать эффективность. Эффективность доказывается с помощью аксиоматики. То есть, мы, например, знаем теорию ценностей, мы знаем, что обмен выгоден, да, исходя из этого, мы констатируем эффективность, а не исходя из опыта, что страна разбогатела или там еще что-то. Ну, тут проблема, чтобы довести до слушателей, что если обмен ценен, как бы, то это, говорит, эффективность, это сложно, как бы догадаться человеку, разбирается в теме. да, и поэтому мы к этому примеру не апеллируем. Именно поэтому мейнстрим апеллирует именно к статистике. Да. Борис? Борис, окей, нашел, наверное. Игорь? Да, да, что? Ну, есть что добавить? Да, в принципе, нет, все, я совсем согласен. Нет, тоже особо добавить еще. Хорошо. Ну, сейчас мы с комендантом еще что-то вспомним интересное, например, по поводу тех же статистик. Еще интереснее. Я просто не договорил, я к чему кланю, то, что некоторые участники думают, что если они дают аргумент по ценности, то его обязательно оценит судья, потому что, блин, по его мнению, наверное, судья будет разделять его ценности, но это же не так. Судья непонятно, какие ценности разделяет. И оперируют ценность им очень опасно, потому что ты сейчас прооперируешь ценность одной, но арбитры, они могут тоже по ошибке, например, интерпретировать ценность как важную черту, и поэтому, если твоя ценность будет антагонистом ценности арбитра, то он это засчитает тебе как в минус, и поэтому лучше к этому вообще не оперировать. То есть, если ты, например, обсуждаешь гомофобию, оперируешь, например, к тому, что вот гей не счастлива того, что браки не заключены, но если арбитры у тебя будут как бы гомофобами, то вряд ли они засчитают это как аргумент. Они, скорее всего, засчитают это, наоборот, как минус получается, и тебе скорее поражение поставить, поэтому очень важно не оперировать ценностям. Да, вот недавно были буквально несколько дней назад дебаты Усанова, это, наверное, самый известный либерал России социалистом каким-то в МГУ, кажется. И там именно, что Усанов апеллировал к ценностям, то есть он давил на то, что там свобода, права и так далее. А это ты говорила социалисты о том, что это, в общем-то, как бы, ну, такое подвешенное в воздухе. Давайте лучше будем за нормальное государство. Типа объективность такую. Получилось, что объективность, пусть ложная, она судьям больше понравилась, чем апеллирование и не именно к ценностям к свободе. Ну, так и есть, да. Хотя, сами либералы, все пишут, классики там, лорд Актон, Басти и так далее. Они пишут, чтобы либералы ценили свободу не потому, что она эффективна, это ошибочный ход. Но это долго тем, почему. А именно потому, что они идеалы свободы защищают. То есть, как бы, свобода, дает, как бы, свои ценности, поляризируют, а не эффективны или неэффективны. То есть, это как бы неправильно, не идеологическая позиция. Хотя, на самом деле, есть сейчас идеологическая позиция по такому утилитарному подходу с эффективностью связанным. Да. Алсанов, по-моему, это этот ваш старатник, да, какой-то? Да, да, да. Да, все вспомнил. Так, ну, наверное, мы, по идее, все самое главное озвучили. Если вопросов в чате уже нет по теме, ну, их, в принципе, особо и нет, потому что мы так все нормально, подробно разжевали. Так что, ладно, будем заканчивать, друзья. Спасибо. Всем пока.